Мы вскользь уже упоминали визит спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань И в мире все очень быстро меняется Изначально, когда внезапно перестали говорить о том, что В один момент перестали упоминать о том, что Пелоси таки прилетит на Тайвань Создавалось впечатление, что Штаты дали заднюю Потом, когда она все-таки прилетела Даже обратите внимание на позицию официальных лиц То есть официальные лица отвечали вполне уклончиво Она, как спикер Палаты представителей, имеет право на посещение Но вообще-то, это ее личная инициатива Появилась информация в прессе о том, что ее отговаривали не только в Штатах Но и на Тайване говорили, не надо Нам драматизация отношений с Китаем не нужна Тем не менее, она так решила Она так решила Мы сделали вывод Я, во всяком случае, сделал вывод О том, что соглашаясь с тем же Тимофеем Бардачевым О том, что Китай еще не готов на себя примерить роль сверхдержавы Вроде бы когда, но нет Почему? Потому что только сверхдержава Может решиться на экстраординарные шаги Для того, чтобы подчеркнуть, что она сверхдержава Для того, чтобы... Но здесь все сложилось так, как сложилось И прилетело, и спокойно, потусовавшись, улетело Не поняли позиции Китая многие Рамзан Кадыров, как пример, он же заявил Через 15 минут мы узнаем, кто тут сверхдержава А после этого удивился, ну типа, а для чего? К чему это было? Ну и реально много людей Много людей увидели слабость Однако же, давайте попытаемся понять Китай Давайте попытаемся посмотреть на это с точки зрения Не сиюминутного, то, что сейчас полетит ракета Что, конечно же, будет казус Белли Однозначно, это будет повод к войне Даже если Пелоси не оказалась бы в самолете Давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Китая Чтобы быть максимально объективными Итак, сначала она не заявляла У нее в списке посещаемых стран Тайваня не было Китайские СМИ озвучивали предположение Что посадка будет вообще представлена как вынужденная А с местными властями она пересечется Как бы случай сложился Но теплый прием, оказанный уважаемому спикеру Высшему человеку Эти все надписи на небоскребах Плакаты Нэнси мы тебя любим и так далее Показывают, что готовились на самом деле Что к этому готовились Особенно поразили встречающие в медицинских масках С раскраской украинским флагом Ну это просто классно Кстати, если вы не знали, так на Тайване Население больше 20 миллионов человек То есть, там 23 по-моему По факту, наверное, это столько, сколько сейчас в Украине Ну не думайте, что это островок Этот островок имеет колоссальное значение для Китая И для Китая, вот я сегодня слышал, допустим, там экспертов Говорили, что это жизненно важно Иметь Тайвань На Тайване был уже поздний вечер Мероприятия состоялись 3 августа Пелосе вручили орден благожелательных облаков За развитие американско-тайваньских отношений Она встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь Вице-спикером парламента Выступила с речью, подчеркивала, что Важно поддерживать демократических партнеров В регионе Но так было на острове, на материке А при этом царила совсем другая атмосфера Хакеры, во-первых, обрушили все государственные сайты Тайваня Понятно, чьи хакеры, да? Плюс самолеты Народно-освободительной армии Китая Вылетели в сторону, также в сторону Тайваня Там сообщалось даже о воздушном бое СМИ пытались вбросить эту информацию Никакого воздушного боя, слава богу, не произошло Потом было сообщение, что в опознавательную зону Тайваньского ПВО влетел сразу 21 самолет китайский Ну, короче, это выглядело угрожающе Если в среди российских ломов Царило некоторое недоумение Не всех, но тем не менее Я уже говорил про Рамзана Кадырова Который не понял, что это было Да то В украинском сегменте Наши побеждают Мне это напоминает, знаете, как может быть Какой-то в шахте, может быть Работают там люди за Три копейки в тяжелых условиях Смертельно опасных И радуются, когда владелец Их шахты покупает Какой-то там, к примеру, эксклюзивный дом На Лазурном побережье Вот мне это напоминает Какой-то наши сделали Не наших Ну, китайцы, понятно, уже не наши Потому что они же с Россией К примеру, Климкин Помните такого? Связал этот визит с недавней ликвидацией Лидера Аль-Каиды При помощи беспилотника Типа Штаты таким образом показали Мы не боимся, уничтожим всех Кто угрожает безопасности США Вот так вот Ну, ты Ну, ты И вот другого МИДа Другого МИДа у меня для вас нет Не хотите Климкина? Вон, кушайте Этого Кулебу Что такое последнее китайское предупреждение? Многие вспомнили про это выражение Последнее китайское предупреждение Как раз таки было связано С Тайванем Но происходило это много-много лет назад Китайско-Тайваньский кризис был И тогда Китай угрожал штатам Что не оставит поддержку сепаратистов Тайбэя И вот Угрожал, угрожал Ничего не делал И да Если вы не помните Так Тайбэй Это, конечно же Настоящие сепаратисты А большинство Тех самых цивилизованных стран Которые молчат в тряпочку Когда штаты что-то делают Вот наподобие провокации Третьей мировой Они придерживаются позиции Единого Китая Ну если вы вдруг забыли Короче Вот последнее китайское предупреждение Это плюс-минус то Что обещание ударить Допустим По центрам принятия решений Но Прошло 50 лет Китай Очень нарастил Военный потенциал Ну И Многие вспомнили Что он как бы не обещал Сбить самолет Была такая риторика В средствах массовой информации Но тем не менее Типа официально Китай не обещал Сбить самолет Если бы Китай Сбил самолет На самом деле Было бы Касус Бейли То есть На самом деле Это была бы Причина Начать военные действия Это можно было бы сравнить С убийством Франца Фердинанда Другая история Что мы можем вернуться Опять к тому Что рассуждает ли Так сверхдержава А если я сделаю Произойдет вот это Ну все Давайте мы сейчас Смотрим с точки зрения Китая Правильно ли поступил Китай Давайте посмотрим С другой точки зрения За несколько дней До этого Исторического события Председатель Си Цзиньпинь Поговорил С председателем Соединенных Штатов Америки Байденом И он его предостерегал От вмешательства В тайваньский вопрос Как намеренно Грубо говоря Пожалуйста Не вмешивайтесь В тайваньский вопрос Хватит Поддерживать Сепаратистов Хватит Нагнетать Не нужны провокации И через несколько дней Происходит Ровно противоположное Происходит Настоящая провокация Что делает Китай В этой ситуации Официально попросили Не вмешиваться Вмешивайтесь И Китай Дает возможность Соединенным Штатам Америки Довести эту ситуацию До конца Возложив Полную ответственность За дальнейшее На Соединенные Штаты Америки Которых предупредили И которые Намеренно Вмешались Сам глава Китая Высказывается Обтекаемо Он пообещал Следить Чтобы не упустить Ни одной новой Провокации Вашингтона Но ближайшие дни Покажут Ограничится ли все Последним Китайским Предупреждением Китай уже Увел Торговые ограничения Пока что Не те Которые могли бы Потрясти Или на которые Могли бы Рассчитывать люди Которые хотели бы Вопрос Чтобы был решен Радикально Чтобы все было в огне Как сообщает Аль-Джазира КНР Ввела Торговые санкции Запретила импорт Ряда Пищевых продуктов Экспорт Нужного Для производства Чипов Песка Тоже По формальным предлогам Пестициды Наличие коронавируса Правовые положения Там и так далее Кроме того Китайским компаниям Запретили Проводить Определенные Финансовые операции С тайваньскими фондами С некоторыми Тайваньскими фондами То что вообще Это было разрешено Если проводить Аналогии с Украиной И непризнанными Республиками Это Да интересные будут Аналогии Но не это все Важно Важно другое Китай Остановил Строительство Завода В Северной Америке По производству батарей Для Тесла И Форд От аккумулятора В принципе Зависит современная Радиотехническая Отрасль И эта Отрасль Пострадает Больше всего Если вокруг Тайваня Начнется В серьезный шухер А серьезный шухер Все таки Начинается Ибо Есть еще Военно-технический Ответ Еще до прилета Пелоси Сообщалось о боевых Стрельбах Ну Самолет приземлился И был дан Старт новым маневрам Информация о том Когда они начнутся Разнилась Ну вот СМИ уже появилась Дата 4 августа То есть Маневры Начинаются Стрельбы И так далее Исключительно Тогда Когда Пелоси Улетает Чтобы не дай бог Все таки Не сбить самолет И не спровоцировать Третью мировую войну В Вашингтон пост Пишут Что настоящий Кризис Может начаться Уже когда Спикер Улетит С 4 по 7 августа Закрываются Для полета В 6 зон Вокруг Тайваня То есть Время на эвакуацию Пелоси Все же дали Но фактически Народно-освободительная Армия Китая Начала Движуху Как раз таки По прилету Пелоси Если смотреть На карту Их маневров Если они Вообще Закончатся Это очень похоже На окружение Это может означать Блокаду Острова А он Крайне важен Для глобальной экономики Пелоси В гостинице Была А в сторону Тайваня Летели Какие-то снаряды В Пекине Обещали провести Залпы боевых Ракет Без ядерной Боеголовки Но на всякий случай Подчеркнули Что первыми Ядерные удары Наносить Не будут На Тайване Крайне Недовольны Вторжением На свою территорию Говорят О нарушении Правил ООН Хотя в организации Объединенных наций Придерживаются Политики Одного Китая Заявление Из Пекина Тоже резкие Представитель МИД Рассказал На брифинге Что США И вооруженные Силы Тайваня Должны Понести Наказание За свои действия Штаты Преследуют Собственные Интересы И претендуют На территориальную Целостность Китая Это Покасательное Уже все-таки Задело Союзников США В Евросоюзе Которые Долгое время Отмалчивались Как будто бы Не замечая Что Они видят Настоящую Самую Натуральную Провокацию Третьей Мировой Войны Но не смолчала Глава МИД Германии Бербок Которая Заявила Что Германия Поможет Тайваню По всей видимости Так как Помогла Украине Вот Мы не Приемлем Когда нарушается Международное Право И более Сильный Вторгается На территорию Более Слабого Это Конечно Относится К Китаю Возможно Глава Внешнеполитического Ведомства Германии Не знает Как сама Германия Относится К независимым К независимому Тайваню А может быть Глава МИД Германии Просто перепутала Тайвань С Косово Такое тоже Случается Но это заявление Как бы Многое говорит Обо многом Надо сказать Что в США Даже не все Поддерживали Визит Пелоси И на Тайване Как я уже говорил Не поддерживали Причем Настолько не поддерживали Что даже Нашлась группа людей Протестующих Но очень быстро Демократично Их так знаете Разогнали И все Причем Все думают Многие думают Что неподдержка Визита Пелоси Это такой Политический Блеф Они просто Не хотят Официально Брать на себя Ответственность Если бы Что-то Произошло К примеру Что произойдет Четвертого Августа Ну Скорее всего Ничего Не произойдет Для подготовки Войны Нужны не недели А месяцы Чтобы подготовить Военное Вторжение Но что Изменится Окончательно И бесповоротно Конечно же Это отношения Соединенных Штатов Америки И Китая Это Ну Навсегда Конечно же Визит Пелоси Может быть Использовано При ноябрьских Выборах Конгресс Соединенных Штатов Америки Вот смотрите Какая боевая Она там Прилетела И все И может быть Расчет идет На то Что это Даст Возможность Электорату Позабыть О колоссальных Проблемах В экономике И энергетике Но Положение демократов Такое плохое Что вот в редакции Вашингтон пост Смотрят на это Политическое турне Разве как на финальный Аккорд Политической карьеры Пелоси При этом Что важнее В ноябре Выборы У самого Си В ноябре Выборы И после того Как Америка Бросила ему Такой дерзкий Вызов Не может Просто ограничиться Какими-то Своими заявлениями Об исторической Общности Китая И Тайваня Нет При этом Много Сильно Много Времени Таи нет Потому что Мы помним Что произошло С Российской Федерацией Которая Годы Смотрела На то Как Украина Милитаризируется Как Европейский Союз Помогает Модифицировать Армию И так далее А после этого Совершила Вторжение И в принципе Первые недели Войны Как минимум Показали К чему это Приводит Тайвань Может превратиться Очень скоро В такого Себе Дикобраза Которого Голыми руками Вообще Не возьмешь Несмотря На то Что Армия Китая Там больше В столько Раз Я сегодня Слушал Сколько танков У Китая Сколько там Всего остального Опять таки Повторяюсь Тайвань Это не Вот такая Пиндюлька 23 миллиона Человек Много Сама же Россия Глядя на происходящее Не ликовать Конечно же Не может Может быть С этим связано То что Заявления Оттуда Из Москвы Идут жестче Чем из Пекина Почему Потому что Они знают Мстительность Китая И они Помнят Старую истину Что Враг Моего врага Мой друг По словам Лаврова Кейсом Пелоси Хотят доказать Всем и вся Свою Безнаказанность Это конечно Не значит Что Китай Теперь начнет Открыто Поставлять К примеру Вооружение Российской Федерации Нет Но вот Закрытые поставки Теперь Вполне Возможны Мстительность Китая Надо учитывать И умение Ждать Это если мы Хотим понять Позицию Китая В регионе Ситуацию Поняли И вот уже Австралия Также Готовится Проверяют Боеготовность Своих Вооруженных сил Минобороны Южной Кореи Еще до прилета Пелоси Договорились Расширять совместные Военные учения С американскими коллегами Потому что США В противостоянии С Китаем Понимаешь Северная Корея Теперь может Прилететь Мягко говоря Короче Стабильностью В этом регионе Теперь и не пахнет Наверное То чего добивались А для Байдена И для Си Ноябрьские выборы Ключевые И они пойдут На многое Для того Чтобы победить В них Поэтому возможно Все только Начинается Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...